Поверьте, время очень серьезное. Или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах. Но это уже без меня. Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили это государство для того, чтобы хотя бы наши дети жили свободно, независимо. Если кто-то понимает эту свободу и независимость, это не вас касается, а нашего народа. Что я что хочу, то и ворочу, хочу, работаю, хочу, нет, ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость – это возможности. Вы знаете, что у меня родственников богатых не было. Я знаю, откуда я вырос. В деревне. В тяжелейшие годы. И тогда люди мечтали о том, взрослые и моя мать, чтобы сын получил достойное образование, дети, чтобы они имели равные условия с детьми. И министров, полковников, генералов, профессоров и так далее, академиков. Мы что, этого людям не дали своим? Дали. Даже больше того. Понимая все, что в деревне посложнее сегодня на селе, и с образованием и прочее, сколько мы почти половину в вузах ввели по целевым направлениям образования. Идите, пожалуйста, учитесь. Такого в Советском Союзе не было. Мы из глубинки, особенно с Гомельской области, так называемых чернобыльских районов, еще больше поддерживаем детишек, ваших детей. Что еще надо? Хотите под плеткой чьей-то походить? Ну, походите. Но тогда с вами разговаривать в вот таком составе никто не будет. Возьмут плетку и будете бежать впереди. Скопотитесь, как в народе говорят, отстанете. Вы знаете, что будет. С нами уже было 80 лет тому назад. Это нам пытались продемонстрировать. И по Беларуси прошлись так, что мы до сих пор чихаем и рыгаем. Именно так остро сегодня стоит вопрос. И вы в Гомельской области это тут почувствовали, это тут рядом с вами. Так это вот просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне это абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется, встаньте и скажите, мы обеспечим. Поэтому лучше давайте мы с вами сжав зубы будем работать и выдавать результат. Бог нас пожалел. И в этом году мы действительно выдали в стране прекрасный результат в сфере агропромышленного комплекса. Раньше мы не знали, что делать, куда продать. Сегодня только дай. За хорошие деньги. Ну так продайте, возьмите деньги. Творите в Гомельской области. Вам никто не мешает. А я буду только вас защищать, чтобы вам никто не мешал. Но вы заработаете эти деньги. Сегодня есть это все. Я недавно об этом говорил на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Никогда не было таких условий и не будет. Возьмите то, что лежит, вот, подойдите, даже не наклоняясь, просто подойдите и возьмите. Вы почему-то раскачиваетесь. Думаете, что будет и дальше так. Момент истины сейчас. Рынки вези куда хочешь. Вот Леонид Константинович отвечает за экспорт продукции, продажи. Говорит, только дай. И не только в России. Вон, Китай готов потребить сколько угодно продукции. Продолжение следует...